Необходимо это мыло, зубная паста, зубная щетка, платочки бумажные, пеленочки, подгузники. Все для гигиены. Марина Игнатенко показывает средства первой необходимости, которые привезла для оказания помощи беженцам. Вместе с мужем и родителями она помогает нуждающимся уже больше 10 лет. Говорит, чужой беды не бывает. У нас есть дорогие люди во всех уголках мира. Мы всегда делаем акцент на том, чтобы оставаться человеком в своей истинной природе. Мы помогаем людям вне зависимости от того, мы людей не делим на своих и не своих. Мы помогаем тем, кто действительно в этом нуждается. В этом пункте трудятся 4 человека. То, что привозят люди, оперативно сортируют. В отдельные пакеты складывают обувь, одежду для детей, подростков и взрослых. Грязные и рваные вещи убирают, чтобы в дальнейшем утилизировать. Пакет принесли, мы выпякаем его. Быстренько просматривали, что это чистая вещь, она не порванная, ну, рукава. И уже из носа. Помимо одежды люди привозят средства гигиены, макароны, изделия, детское питание, а также игрушки и книги для малышей. Вещи здесь предоставляют не только беженцам, но и малоимущим, а также неблагополучным семьям. Желающих протянуть руку помощи сотни людей. Пункт отправляет одежду, средства гигиены и продукты по всей республике. Любая часть нашего Крыма, любая деревня получает машину с помощью. Это обязательно. Это у нас 2-3 раза в неделю отправляется помощь стабильно. А сейчас в точке отправляем по возможности, если есть машина пустая, готовая помочь в перевозке. Загрузили полностью, отправили. Отправка гуманитарной помощи из Крыма в пункты временного пребывания эвакуированных состоится в ближайшее время. Оказать помощь можно в будние и выходные дни с 10 утра. Сусана Садыкова и Алиса Мединов. Телеканал Милет. Садыкова и Алиса Мединов.